Футуристичное платье и костюмы из бумаги в музее Пророкова открылась выставка работ студентов Ивановского политеха. Первокурсники представили макеты, одежды, украшенные всевозможными рюшами, бантами и перфорацией. Авторы работ – учащиеся кафедры искусства костюма и текстиля и в ГПУ. Сложно было выполнять работу. Главное – это прийти к идее, которую ты еще не можешь оформить с самого начала и очень долго надеть, думаешь. Когда уже определился с темой, примерно начинаешь приступать к выполнению, но все равно, в общем, это все долгий процесс. Работать с бумагой, признаются авторы костюмов, непросто. Она часто мнется, а вырезать из нее мелкие детали – кропотливый труд. Это воспитывает бережные отношения к тканям, с которыми в дальнейшем будут работать дизайнеры. Кроме того, создание объемных изделий из бумаги улучшает пространственное мышление. Какие-то первые элементарные трансформации, разрабатывают какие-то новые структуры, новые какие-то сочленения, изучают параллельно с другими предметами. Законы композиции, например, с размерности. И им, конечно, бывает не очень просто с самого начала. В экспозиции представлены не только платья и костюмы, но и миниатюрные образцы этнических и исторических одежд. Студенты вдохновлялись европейской модой 18-19 веков, а также восточной философией. Еще один формат – объемное настенное панно. Преподаватели не ставят жестких рамок, чтобы будущие дизайнеры пофантазировали на все сто. Я вижу, насколько умнее становятся работы студентов, насколько они нужнее становятся для их будущей работы, они это понимать начинают. Не исключено, что некоторые из представленных бумажных макетов через некоторое время будут воплощены в ткани. Прикоснуться к оригинальным, а порой эксцентричным костюмам можно будет до 26 февраля. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.